Это болящее. Выздоровели. Мы очень быстро выздоровели, в течение полчаса. Никого больных у нас нет. Ты ложку почеснула, назад не клади туда. Как ты сейчас ложку вытащила, ты ее должна доесть. Сюдаешь ее, и назад уже не вытаскиваешь. Потеряли карандаш еще тут, девчонки. Это вещевой склад. Ему разрешение дали туда зайти. Не нашли одну. Посмотри пока. Что такое, куда карандаш мог деваться? Поехали. 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 Когда болят почки, это выражено в глазах. У тебя совершенно нормально. Все поставим на место. Поехали. Когда почки больные, ты будешь быть, не дай бог, ходишь. А то камень с почками, то... У тебя все хорошо идет. Каждое утро сейчас берет сок, льет и посмотрим, что будет. Поехали. Признаков болезни почек у нее никаких нет. Хорошо. Садись. Та девочка атаман, она увела их вон. Нюра. Это твоя. Воспитанница. Я тебя вчера не узнал в церкви-то. Я думаю, какая-то бабка приехала. У нас была примета, когда не узнают, то говорят, что помрет человек скоро. Как Богу угодно. Ну, это выдумка, конечно. Иди, порадовал я тебя. А еще есть другая примета. Если не узнают, то говорят, что богатый будешь. Да. Это только в том случае, если он уже спрятал, отсидел за это, а теперь идет и раскопает все спрятал. Тогда богатый будет. Как водородки. Чтобы отсидел, вышел и миллиарды опять ворулись к нему. Там один за другого. А у русских, наоборот, пока не отберут, не выпустят. Коммунисты так делали. Ну что вы? Нашли? А че не ушли-то? На лодке-то че не ушли? Как меня звали? Звали, вот Андрея звали. Он с кеткой пробегал. А давай думайте, спрятал, конечно. Арестовать. Деньги есть, нету. Деньги-то есть. Нету. Так, вы это выводите. Если не даетесь, то сегодня утром расстреляли на ваших глазах. Расстреляли второго сына. Кто тогда говорит, что в огороде там кто-то копал. Теперь они идут, достают все и есть и самого расстреливают. А откуда большевистское это все пошло? Это часто описывают. Это пишет Сталаухин Владимир. И как они? Кадеты где-то выступали, были против. Так они по фуражке отделяли. А фуражки нету, а то от нее колочек оставал. Снимают, смотрят, у него полоска-то расстрелять. Комуисты более жестокого племени не знают их, кто это дьяволы. Демоны ада вырвались на свободу. Если девушка красивая, значит изнасиловать и расстрелять непременно. Сатана. Царь нехороший пишет. Вы хотели другого царя, он вам дал. Бог дал, как вы хотели. В храм не хотели ходить, в храмы не нужны. Священники не хотели учить. Под нож. Тут все намного глубже, чем мы думаем. Ну а были такие, которые не виновны? Что тебя спрашивают, когда сам Христос в Тараспуте был и апостол? Так этот рай получался? Это надо всегда размышления подводить к тому, а что было до этого? А как оно было? А почему это было? И какое отношение я имею к этому? Могу ли я как-то выправить, чтобы на детях не отразилось? Вот думает, как лучше у ребенка было. Ну, Сталин-то все имел в руках. Сын в плену погибает. Второй пьяница сидит в тюрьме генерал-лейтенант Василий Яков в плену погибает, бросился на колючую проволоку. Есть фильм такой поставлен, была задача найти его. Если нельзя вырвать из плена, то уничтожить Сталина. А какой фильм? Да недавно я смотрел какой-то. Что-то без права на ошибку или без права. Тихо, а можно нам вот эти фильмы тоже посмотреть? Я смотрел, они у меня не записаны. Они на интернете? В Барнауле. Можно, конечно. А дочка-то Аллилуйва Светлана-то где она моталась? Говорит, приняла католичество. Монашество приняла и на том и скончалась. Ираны не могут обеспечить будущее своих детей, как простой человек может обеспечить. У нас отец инвалид войны, пастух. Никого нету, чтобы за кем-то гонялись. Все на свободе. Пьяница запился, помер. Другой живет. От Бога все. Вымеренный. Ну ладно. Главное, мне радостно, что все здоровы этого момента. Я чуть не потерял четверых. В раз, вдруг заболели, как призраки повалились. Вот Юра какая авторитетом пользуется. Она как шевельнулась и все за ней. Посмотри отсюда, какие у них подалы. Самые старшие, сколько из них? Десяти лет никому нет, понятно. Сколько? Девять. А не девять. А то и меньше. Сколько это? Семь. Ну вот. Давайте такого уже возраста. Вот так. У меня, видите, ни признаков болезни почек никаких нет. Совершенно. А мы еще сейчас закрепим ее. А кто сказал, что у нее почки больные? Ты, может быть, в кровью будешь ходить. По глазам вот такие мешки, как у нашей Алифтины Петелеевны. Посмотри. Почему? У нее одна почка отрезана. Вон она. Здесь надо научить. Болезни не красят человека. Брат, говорит, любит жену здоровую, а сестру богатую. Муж любит жену здоровую. Муж любит жену здоровую, а сестру богатую. Вон лодка, Паша, а тебе не видно отсюда? Вот посмотри. Вон, пошли в лодку. Вот отсюда. Нет. Видно, нет? Видно. Вот отсюда, оцепи назад. Видно, видно, видно. Так, девочки, заканчивайте. После этого мы соберемся всех к нам, потому что до часа время-то еще много. Пол одинаково. Пол одинаково. Ну, двенадцатый. И прямо оттуда и сразу к нам идите, смотреть, как на костре были. Мне надо показать. И придете тоже поможете. Найти всех. А обед во сколько? Ну, вот где-то часа в три, наверное. Сейчас позже у нас выйдем. Как раз занятия сейчас. Занятия пройдут, вернемся и пооберем. Все на этом. Сейчас ты хочешь идти? Иди туда. Угу. 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 Угу.